В прямом эфире РБК Уфа. Я Екатерина Тимиряева. Здравствуйте. Прокурором Уфы назначен Сергей Воронов. Об этом сообщили в прислужбе прокуратуры республики. Соответствующий приказ подписал генпрокурор России Юрий Чайко. Ранее Сергей Воронов до вступления в эту должность работал прокурором Октябрьского района Уфы с 2011 по июль 2019. Ему 40 лет, родился в Стерлитамаке. В 2002 году окончил Башкирский государственный университет по специальности юриспруденция. С 2003 года по 2004 работал старшим следователем прокуратуры Салавата. С 2004 по 2006 год заместителем прокурора Салавата. С 2006 по 2011 прокурором Стерлитамакского района. Сергей Воронов сменил на посту Владлена Михайленко, который сейчас исполняет обязанности начальника следственного управления прокуратуры Башкортостана. Во втором квартале 2019 банками в Башкортостане выдано более 85,5 тысяч кредитных карт, что на 6,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом телеканалу РБК Уфа сообщили в Национальном бюро кредитных историй. По динамике выдачи новых кредиток республика на шестой позиции, на восьмой соседний Татарстан, где выдано более 80 тысяч, рост почти 10%. В лидерах Москва – 192 тысячи и увеличение на 16%. При этом минимальное количество кредиток выдано в Адмуртии и Крыму – почти 33 тысячи единиц. Однако, как сообщили телеканалу РБК Уфа в Национальном бюро кредитных историй, темпы роста выдачи новых кредитных карт за прошедший год снизился. Если в третьем квартале 2018 года рост составил 77%, то во втором квартале 2019 – 12%. В целом, сохраняющийся динамик роста в данном сегменте объясняется прежде всего тем, что заимствование с использованием кредитных карт – наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования. Причем, как для банков, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и для самих заемщиков. В том числе, благодаря привлекательным условиям по кредиткам, имеется долголетний период по оплате процентов, кэшбэк и так далее. Стоит также отметить, что следствием эффективного управления банковым кредитным риском стало снижение уровня просрочки в этом сегменте розничного кредитования. По данным Национального бюро кредитных историй, за апрель-июнь 2019 всего выдано свыше 3 миллионов кредитных карт. В Уфе самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам первого полугодия текущего года стали работники IT-сферы производства, транспорта и логистики. Рейтинг зарплат за период с января по июнь составил один из интернет-порталов по поиску работы и подбору персонала. Согласно исследованию, уфимские IT-специалисты получают в среднем 56 тысяч рублей. На втором месте представители сферы транспорта и логистики. Им работодатели предлагают около 48 тысяч. На третьем месте сфера производства почти 45 тысяч рублей. Чуть меньше получают специалисты в сферах строительства, недвижимости и продаж. Их средний заработок составляет 43 тысячи 100 рублей и 41 тысяча 800 рублей соответственно. При этом, по данным экспертов одного из интернет-порталов по поиску работы, по итогам первого полугодия 2019-го предложенная работодателями средняя заработная плата в Уфе составляет 42 тысячи 300 рублей. И в завершении информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар стоит 63.11, это дешевле на одну копейку. Евро дешевле на 31 копейку 70.32. Лучшие обменные курсы к этому часу – покупка и продажа доллара в банке Финам по 63.06 и 63.29. Покупка евро по 70.21 в банке Финам, продажа по 70.45 в банке Найва. На этом пока все. Оставайтесь с РБК.